Сегодня и завтра мы будем говорить о том, как развивать факторы природы Будды с помощью тантры. Но для того, чтобы рассмотреть, как развивать их с помощью методов тантры, необходимо сначала рассмотреть, как их развивать в сутре с помощью методов сутры. Потому что в тантре мы делаем совершенно то же самое, что и в сутре, просто мы добавляем некоторые дополнительные методы. Поэтому, когда мы начинаем заниматься практиками тантры, важно понять, что все они работают на основе практик и методов сутры. Но без этого сутры создания об развитии дантра не только падает, но и других бирменных, тамikelных и эмоциональных проблем. И без этой основы, в виде сутры, практики тантры не только не будут полезны, не только не приносут плода, но и, более того... могут вызвать эмоциональные и умственные расстройства. И понимать сутру и тантру можно по-разному. И то объяснение, которое мы будем пользоваться на этих выходных, оно с точки зрения факторов природы Будды. Что такое природа Будды? Здесь не говорится о какой-то одной единой природе Будды, которая есть у каждого из нас уже. Или о том, что у нас есть какой-то один фактор, который позволит нам достичь этого состояния Будды, как бы потенциал этого состояния. Но, скорее, мы будем говорить о целой системе различных факторов, которые позволят нам достичь состояния Будды. Если мы рассмотрим эти факторы, нам важно рассматривать их в свободе от двух крайностей. И это крайности, которые рассматриваются, когда говорится о пустотности плода. С одной стороны, нельзя сказать, что этот плод возникает из ничего. И с другой стороны, было бы крайностью говорить, что результат или плод уже существует внутри причины, и он просто там находится и ждет, когда он сможет проявиться или вылупиться. То есть, нельзя сказать, что состояние Будды появляется из ничего, как будто у этого состояния нет никакой причины, основы, которая состоит из множества взаимосвязанных факторов, как будто это состояние просто сначала не существовало, а потом неожиданно раз и появилось. Но и другая крайность, когда мы говорим о том, что этот результат уже находится внутри этой причины, и мы просто пока его еще не распознаем, но в тот момент, когда мы распознаем, то он проявится. Мы говорим о том, что на уровне основы у каждого существа есть множество различных факторов природы Будды, которые связаны друг с другом, и также, если им будут сопутствовать другие причины и факторы, то тогда благодаря ним мы сможем достичь состояния Будды. И что это за факторы, которые есть у всех нас? Их разделяют на три группы. Это развивающиеся факторы. Это первая группа. Это те факторы, которые превращаются в неизменные тела Будды. И под словом тело здесь имеется в виду особый термин, и дословный перевод тела, он может быть немного странный. И я не знаю, как в русском языке, но в английском есть слово корпус, или мы можем на русском сказать, возможно, собрание. Говорят собрание литературы, или собрание знаний, или корпус знаний. То есть некая совокупность, которая образует некое собрание. То есть это сеть или система различных изменяющихся факторов, которые могут быть то такими, то другими. Они изменяются. Хотя они продолжаются вечно. И есть два таких собрания, или системы, или сети, которые... А именно собрание, или тело физических форм. Это рупакая на санскрите, то есть тело форм. Которая в свою очередь подразделяется на две группы. Одна это самхогакая. И слово самхога, оно довольно сложное. У него много значений, точно так же, как и у перевода этого слова с санскрита. Одно из значений это наслаждаться, поэтому многие переводят этот термин как тело наслаждения. И, в принципе, так же можно этот термин перевести как поедание, процесс, когда мы едим, да? Приём пищи, но, тем не менее, никто не переводит это как тело приёма пищи или тело трапезы. Другое значение этого термина – это использовать что-либо. И в данном случае имеется в виду именно это значение, то есть это собрание тело или собрание форм, которые в полной степени используют учения Махаяны. И самхогакая – это те тела или те тонкие формы, которые в чистых мирах учат арии бодхисаттв, причём они учат их всем учениям. Махаяны всему диапазону или всему набору этих учений и учат непрерывно, вечно. И они проявляются в полной форме Будды, то есть со всем набором физических знаков и признаков. И Нирмана-кайя – это проявления самхогакая, которые могут учить обычных людей в обычных ситуациях, а не только арии бодхисаттв. И далее вторая группа факторов природы. Это вторая группа… Нет, это все еще внутри… Мы говорим о том, что эволюющих traits. Эволюющие traits трансформированы into the non-static корпусes или bodies of a Buddha. И есть три из них. Два форм-бодица – Самбхогакая и Нирмана-кайя. И один – Дарма-кайя. То есть среди тех же самых развивающихся факторов есть три подгруппы. Это Самбхогакая и Нирмана-кайя. И третья подгруппа здесь – это Deep Awareness Дарма-кайя. Right. А Дарма-кайя of Deep Awareness. Это Дарма-кайя глубокого осознавания. Дарма-кайя is a corpus that encompasses everything. Дарма в этом context означает все феноменоны, все вещи. И Дхарма-кайя – это тело, которое объемлет все. Здесь слово Дхарма относится к всем явлениям. И под Дхарма-кайя имеется в виду Всеведение Будды, то есть Всеведующий ум Будды, который объемлет все явления. И также мы можем сказать об Ане, Дхарма-кайе, как о сознании или уме Будды, которое обладает равной любовью ко всем существам и также в равной степени объемлет все явления всех существ. И также здесь присутствует осознавание двух истин относительно всех явлений, одновременное осознавание этих двух истин. И это также относится к изменчивым. И это также относится к изменчивым. факторам, поскольку, несмотря на то, что Будда осознает все явления одновременно, тем не менее, в какой-то определенный момент времени он взаимодействует, помогает тем или иным существам. И это такой довольно тонкий момент для понимания. Вот что касается развивающихся факторов природы Будды или развивающихся тел. Я буду использовать слово «тело», поскольку оно проще. Далее из этих трех видов факторов природы Будды, второй – это неизменный. Сначала у нас были развивающиеся факторы и теперь неизменные, то есть те, которые остаются одинаковыми на протяжении времени. И здесь имеется в виду пустотность потока нашего ума. И это то, что позволяет нам достичь неизменного тела Будды. Это неизменное тело Будды, это то, что на санскрите называется свабхавакая. Это можно перевести как тело или корпус, или собрание сущностной природы. Это тоже подразделение дхармакая, и поэтому это тело также объемлет все явления. Это пустотность всеведующего ума Будды, которая распространяется на все или охватывает все. И обратите внимание, что это объяснение, это объяснение традиции гелук, и в других школах будут несколько отличные объяснения, в частности будет отличаться объяснение тхармакая. И с точки зрения тхармакая, но я не буду вдаваться в подробности. И с точки зрения тхармакая, когда говорят о санскрите, имеют в виду речь Будды, считая ее тонким телом Будды. Кала-чакра объясняет это с точки зрения одновременно и тонких тел, и речи. Мы не будем вдаваться в подробности, но важно знать, что есть разные объяснения для того, чтобы когда мы встретимся с тем, когда мы поймем что объяснения отличаются, чтобы нас это не удивляло. Буддизм наполнен разными объяснениями практически всех тем. Что на самом деле довольно полезно, потому что тогда мы можем посмотреть на этот материал с разных точек зрения, и каждая точка зрения будет приносить нам новые прозрения. Итак, у нас таким образом есть вот эти изменяющиеся или развивающиеся, черты или аспекты или факторы. С другой стороны, есть неизменные, а именно пустотность нашего потока ума, которая в конечном счете приведет нас к пустотному потоку ума Будды. И, опять же, пустотность — это отсутствие невозможных способов существования. Поскольку наш поток ума не существует невозможными способами, это позволяет ему в конечном счете стать потоком ума Будды, который точно так же лишен этих невозможных способов существования. Таким образом, есть развивающиеся и неизменные факторы природы Будды, и также третья группа факторов — это те аспекты в потоке нашего ума, которые позволяют импутать факторы, которые импьют на него, которые приводят на него, чтобы стимулировать или увеличить, благодаря которым те факторы, которые соответствующим образом обозначаются, могут быть стимулированы к развитию. То есть, это способность факторов к тому, чтобы их можно было стимулировать к росту благодаря вдохновению. Вдохновение — это то, что обычно переводят как благословение, но я считаю, что это довольно неточный или сбивающий с толку вариант перевода. На санскрите это слово подразумевает воодушевление или духовный подъем. Тибетский термин подразумевает прояснение, увеличение ясности. И, возможно, слово «вдохновение» охватывает эти смыслы. Так что Будда и большие святые мастеры очень впечатлены. И эта впечатление может стимулировать нас, увеличить нас, чтобы различные качества, которые мы имеем, любовь, энергия и так далее, становиться сильными. Это фактор Будды. То есть, Будда и просветленные учителя, они могут вдохновлять нас, они обладают качеством вдохновлять нас к росту, вызывать у нас такое воодушевление или подъем, благодаря чему наши факторы природы Будды могут быть стимулированы к росту. Вот это качество, оно как раз относится к этой третьей категории. И вот почему во всех аспектах Буддизма, но особенно в тибетской и индийской формах Махаяны, подчеркивается важность духовного учителя. И поэтому имеет значение вот этот ритуал посвящения, когда как раз и происходит вот этот духовный подъем или вдохновение, когда эти факторы активируются, задействуются или стимулируются к росту. Далее, если мы подробнее рассмотрим развивающиеся факторы, обычно среди главных, которые обычно объясняют, рассматривают так называемые две сети или две системы, системы положительной силы и системы глубокого осознавания. Это слово, система или сеть, ее обычно переводят как собрание и говорят о двух собраниях или двух накоплениях. Но это не просто некое накопление или коллекция, подобная коллекция марок. Это система, факторы, которые взаимодействуют друг с другом. Вот почему я называю ее сеть или система. В то время как положительная сила – это термин, который обычно переводят как заслуга, но заслуга – это очень расплывчатый термин, который очень сложно понять, что имеется в виду. Систему глубокого осознавания, вторую систему обычно называют накоплением или собранием мудрости, но мудрость – это тоже довольно расплывчатое слово. Далее, это может быть довольно удивительно. Удивительно узнать, что среди наших факторов природы Будды, которые у каждого из нас, есть и эти две системы. Мы можем сказать – ну, я за свою жизнь ничего особо конструктивного, ничего особо хорошего не сделал, поэтому как я могу знать, что у меня есть эта система положительной силы? А если посмотреть на этого таракана на полу, то какая положительная сила или заслуга может быть у него? Хороший вопрос, не правда ли? Ну, мы можем быть уверены, что у нас, у людей, есть эта система положительной силы, потому что иначе бы мы не родились людьми, и тем более у нас не было бы драгоценного человеческого рождения. Это как раз говорит о том, что у нас есть эта система положительной силы или заслуги. Что насчет нашего друга таракана на полу? Ну, с точки зрения Буддизма, с точки зрения бесконечных и безначальных жизней, можно сказать, что этот таракан рождался в разных формах. В том числе он был и человеком, он был нашей мамой. Но для большинства из нас, наверное, это не слишком убедительно. Но факт, что этот таракан еще жив, и он ходит вокруг на полу, и он еще не поднялся, или был исчезнен с инсектовой, это свидетельствует, что он имеет какую-то позитивную силу, которая позволяет ему еще быть живым. Но тот факт, что этот таракан все еще жив, и он ползет по полу, и на него все еще никто не наступил, и не потравил его каким-нибудь средством против насекомых, доказывает, что пока у него еще есть возможность оставаться в живых, то есть, опять же, это положительная сила. Я надеюсь, что вы сможете признать, что действительно вот такой вот анализ исследования на основе логики позволяет нам достичь определенной убежденности в буддийских философских принципах, как, например, в случае с положительной силой, системой положительной силы. Далее, что касается второй системы глубокого осознавания, чтобы убедиться в ее существовании, мы можем посмотреть на то, как она делится на два подразделения. А именно на разделение ее на пять видов глубокого осознавания, которые также иногда называются «пятью мудростями», но, опять же, это довольно неясный термин «пять мудростей». И не вдаваясь в подробности по поводу этих пяти, но один из них — это зеркалоподобное глубокое осознавание, которое позволяет нам воспринимать информацию. Второе — уравнивающее осознавание, благодаря которому мы можем сравнивать, сопоставлять разные явления. Я не буду рассматривать все пять, поскольку у нас нет на это времени, но вы можете прочитать о них на моем сайте. Но этот таракан способен воспринимать информацию, он может сравнивать, сопоставлять разные вещи. Например, он может сказать, что вот этот предмет и этот предмет, они относятся к категории «пища». У него есть осуществляющее глубокое осознавание, благодаря которому он знает, что можно делать с тем или иным объектом. Например, он может съесть эту пищу. И у нас у всех есть эта система глубокого осознавания, как фактор нашей природы Будды. Далее положительная сила, система положительной силы, она возникает благодаря созидательному поведению, если говорить в целом. Глубокое осознавание, если рассмотреть его с технической точки зрения, Возникает из понимания 16 аспектов четырех благородных истин, а точнее, из понимания пустотности. И я как раз сейчас объясню, что здесь имеется в виду под словом «понимание», это также термин здесь. «Под пониманием» здесь имеется в виду правильное и однозначное или решительное познание чего-либо. И хотя здесь используется тот же самый термин «понимать», как и в тибетском, то же самое слово, но в этом контексте оно используется в особом значении. И это другой способ рассмотреть систему глубокого осознавания, помимо ее рассмотрения как пяти видов глубокого осознавания. Итак, опять же, эти развивающиеся факторы природы Будды, эти две системы, это то, что в конечном счете может стать изменяющимися телами Будды. Положительная сила – это причина обретения рупакая, телформы, то есть самбхогакая и нирманакая. Я сейчас объясню, что означает термин «причина обретения». Система глубокого осознавания – это так называемые одновременно действующие условия для достижения тела формы рупакая. А для обретения тхармакая глубокого осознавания – это причина обретения. А система положительной силы – это одновременно действующие условия. Итак, мы рассмотрели определение, технические определения того, что под этими терминами имеется в виду. Причина обретения – это то, из чего получается результат, поэтому ее называют причиной получения или причиной обретения. Это разновидность натального источника, из которого получается определенный результат в качестве ее собственной продолжительности, ее собственного континуума. Так что эта причина, как только результат появляется, сама полностью прекращает свое существование. Простой пример – это семя и росток. Семя – это натальный источник, или то, из чего происходит росток. Росток получается как продолжение этого семени. И как только росток полностью появился, семя прекращает свое существование. То есть, из семени мы получаем росток. Вот почему это называется причиной получения или причиной обретения дословно. И одновременно действующее условие существует до, непосредственно до возникновения какого-либо явления. И благодаря этому условию это явление появляется, оно помогает этому явлению появиться или случиться. То есть, это условие действует одновременно с причиной обретения. Но само это условие не превращается в результат. То есть, система положительной силы, она превращается в тело формы Будды. И когда это превращение или преобразование заканчивается, то она прекращает существовать. То есть, у Будды нету этой системы положительной силы, у него есть тело форм. И для того, чтобы система положительной силы смогла превратиться в тело формы Будды, необходимо также и систему глубокого осознавания как условие. И давайте подумаем об этом, что это означает. То есть, для того, чтобы достичь этого результата, нам необходимо накапливать множество положительной силы, то есть, совершать множество созидательных действий. И сначало мы делаем это не будучи Будды, и потом уже у Будды это всё превращается в тело формы Будды. И в этот момент у нас уже больше нет этой системы положительной силы, которая подразумевает, что мы ещё не просветлённые. То есть, как только мы достигаем просветления, эта система положительной силы прекращает своё существование. Но просто помогать другим, создавая всё больше и больше положительной силы, одного этого недостаточно. Потому что это должно быть поддержано. Этому должно еще сопутствовать... Если у нас не будет глубокого осознавания при этом, то мы будем просто все больше и больше помогать другим развивать эту способность, но мы не сможем достичь состояния Будды, потому что у нас по-прежнему останется, если у нас не будет глубокого осознавания, правильного понимания пустотности, у нас по-прежнему останется цепляние за подлинное существование тех, кому мы помогаем, нас самих как того, кто помогает. И наоборот, система глубокого осознавания, то есть понимание четырёх благородных истин и пустотности, всё это приведёт нас к дхрамакая глубокого осознавания Будды, то есть к всеведовающему уму Будды. И эта система глубокого осознавания ограничена, она не обладает всеведением, и поэтому как только мы достигнем всеведения, она перестанет существовать. Но этому также должна сопутствовать система положительной силы, потому что в обратном случае это понимание просто останется на уровне интеллектуального понимания. И в этом смысле единственное отличие между сутрой и тантрой – это то, каким образом мы накапливаем положительную силу. То есть когда мы представляем себя в виде формы Будды, в виде образа божества, и благодаря этому мы достигаем в конечном счёте тело Будды. И что же касается глубокого осознавания, то нет разницы между сутрой и тантрой в понимании пустотности. И когда мы занимаемся этой йогой божества, или визуализируем себя, в образе Будды, мы делаем это на основе накопления определенного количества положительной силы, то есть мы не просто сидим и представляем себя Буддой, при этом не помогая другим и даже причиняя им вред, речь, конечно, идет не об этом. И это что касается развивающихся факторов. Далее неизменный фактор, а именно пустотность нашего потока ума, которая позволяет превратить его в всеведущий ум Будды. Он, эта пустотность, она неизменна, то есть она такая же и до просветления, и она такая же и после просветления. Но, потому что, благодаря этой пустотности нашего потока ума, он может быть преобразован в всеведущий ум Будды, и уже тогда, когда мы достигнем просветления, по-прежнему наш поток ума будет пустотен, то есть он будет лишен невозможных способов существования. И это описание Гилук. And the voidness of the mental continuum is referring to, it's referring to, on a Buddha level, the essential nature body, the voidness of a Buddha's omniscient mind. Abiding. It refers to the essential nature body of the Buddha. The abiding nature factor, the abiding factor, this voidness, is what's responsible for the essential nature body, voidness of the mind of a Buddha. It's not that one transforms into the other, it's the same. И этот неизменный фактор природы Будды, именно благодаря нему, возможно достичь тела сущностной природы Будды, и это не два разных фактора, а фактически это один и тот же фактор. Потому что пустотность нашего потока ума, ее не затрагивают различные приходящие факторы в этом потоке ума, которые могут быть обозначены на основе этого потока ума. И, как я уже упоминал, в других школах помимо Гилук есть и другие объяснения этого сущностной природы Будды, но если мы постараемся рассмотреть их, то это, возможно, будет немного запутано, поэтому мы не будем вдаваться в подробности. Давайте потратим несколько минут на то, чтобы усвоить то, что мы уже охватили. То, что мы изучили. We're talking about what are the factors that are responsible for us, that allow us all to become Buddhas, including the cockroach. We're talking about that being, who in this particular lifetime happens to have built up the karma to be a cockroach. Remember, in terms of rebirth, nobody is going to be a cockroach forever, and nobody, including ourselves, is going to be a human being forever, in all our lifetimes, unless we do something about it. Поскольку, с точки зрения перерождений, невозможно всё время перерождаться только тараканом, и точно так же невозможно всё время рождаться человеком, если, конечно, мы не сделаем что-то для того, чтобы всё время рождаться человеком. So, how is it that it's possible that I and the cockroach are going to become enlightened? И благодаря чему возможно достижение нами или этим тараканам просветления? It's not that there is no basis for that. That is part of our mental continuum. Нельзя сказать, что в нашем потоке ума нет никакой основы для этого достижения. So, it isn't that our enlightenment comes from nothing. Нельзя сказать, что это просветление возникает из ничего. And it isn't existing already in our mental continuum there, and just waiting to pop out, if we just could realize it. И это не значит, что это просветление уже... Нельзя сказать, что это просветление уже присутствует в потоке нашего ума и дожидается того момента, когда мы её распознаем, чтобы проявиться. Скорее мы говорим о том, что есть множество разных факторов, которые присутствуют в потоке нашего ума. Некоторые из них превращаются в тела Будды, некоторые просто создают основу, возможность этим телам возникнуть. И благодаря вдохновению от духовного учителя эти факторы могут быть стимулированы к развитию, и нам нужно также не только вдохновение, но и многие другие причины. То есть нам нужно фактически развивать эти факторы. These are the networks of positive force and deep awareness. These are the evolving traits. И среди этих факторов развивающиеся — это две системы положительной силы и глубокого осознавания. So let's digest that and try to think of that, to understand that correctly and decisively. И давайте какое-то время усвоим этот материал, постараемся поразмышлять о нём, чтобы обрести вот это правильное понимание, правильное уверенное понимание. Вот так! И давайте посмотрим! И это вашу руку. Обратите их здесь? oh Продолжение следует... 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 Каким образом? Сосредотачиваясь и медитируя на четыре благородные истины и на пустотности четырех благородных истин. Соответственно, четыре благородные истины — это истинные страдания, их истинные причины. Эти истинные причины — это неосознавание, незнание пустотности, того, как существуют явления. Истинное прекращение, то есть, возможности остановить эти страдания и их причины так, что они никогда больше не возникнут. Истинные пути ума, то есть, понимания, благодаря которым мы можем правильно понять реальность и избавиться от первых и вторых благородных истин, то есть, истинных страданий и их истинных причин. И если мы стремимся к вот этому пониманию, медитируя на четырех благородных истинах, мы развиваем это правильное и уверенное понимание. Мы знаем, что это за четыре благородные истины, и мы уверены, что действительно, например, от страданий и их причин можно избавиться, и что правильное понимание пустотности, и мы знаем, что такое правильное понимание пустотности, оно может привести нас к прекращению страданий и их причин. И мы медитируем на этом, используя пять типов глубокого осознавания, воспринимая информацию о четырёх благородных истинах или о пустотности, понимая, что все явления в равной степени пустотны и так далее. Все это может быть преобразовано в дхармакая глубокого осознавания или на санскрите джняна дхармакая, если этому сопутствует накопление или создание всё больше и больше положительной силы. И я могу стать стимулированным, чтобы построить более позитивную силу и получить более глубокую осознавание и влияние на инспирацию духовных учеников, буддхов, и так далее. И мы можем быть стимулированы к развитию этих двух систем положительной силы и глубокого осознавания благодаря просветляющему влиянию или вдохновению со стороны Будды. Давайте усвоим это какое-то время. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Чем мы в этот момент занимаемся? Это аналитической или проницательной медитацией? Продолжение следует... 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 на этой уверенности, что это действительно так. Очень важно понимать, что действительно имеется в виду под медитацией, потому что мы можем, не зная, что нужно делать, просто пытаться медитировать с умом, в котором просто ничего нет, в котором пусто, и мы сидим в медитации, не знаем, что, собственно говоря, делать нужно. И мы можем сидеть так и думать, что вот таким образом, не зная, что делать, просто ничего не делая, это как-то усвоится. Хорошо. И давайте попробуем еще некоторое время позаниматься такой медитацией. Мы стараемся вспомнить, воскресить в памяти, что же мы поняли о том, что такое природа Будды. Время. 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 У меня есть положительная сила, у меня есть интеллект, и я могу их использовать, и не только для того, чтобы получить новое человеческое тело, но и для того, чтобы достичь освобождение или просветление. И для этого мне понадобится приложить много усилий, и также понадобится вдохновение от духовных учителей. Даже если мы запомнили только это, то уже это будет очень полезно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если мы чувствуем, что мы отключаемся, в таком отсутствующем состоянии, и в нашем уме ничего нет, то мы просто возвращаемся к вспоминанию материала. Есть ли у вас какие-то вопросы по пройденному? И все остальное, что я планирую объяснить, это просто более обслуживание, о том, что мы уже обсуждали. Поэтому важно, чтобы вы понимали основные принципы of Buddha-nature, sutra, tantra, how that brings about enlightenment. Потому что то, о чем мы коснемся далее, это будет просто более подробным изложением того же самого принципа, поэтому очень важно, чтобы вы его четко поняли, что это за природа Будды, и каким образом с помощью sutras и tantras мы достигаем просветления. To have any success in tantra practice, it's absolutely necessary to understand what you're doing, what is the tantra method, how it works, and to be convinced of its validity. Otherwise, it's just a game that you're playing, and after a while you get tired of it and think that this is stupid. Потому что для того, чтобы tantra принесла какую-то пользу, нам важно практиковать с пониманием того, как она работает, каким образом мы достигнем благодаря ней состоянию Будды, потому что в обратном случае, если у нас не будет этого понимания, а также убежденности в том, что это действительно так, что это сработает, у нас эта практика просто превратится в игру, и она нам надоест. And at best, you just continue doing the practice mechanically and often out of a sense of guilt, that if I don't do it, I'm letting down my teachers, and so on. И тогда мы в лучшем случае просто продолжаем эту практику механически, из чувства долга, думая, что если мы забросим практику, то мы подведем своего учителя. Yeah. What's the... in English? Да, как удобнее. What's the difference between cockroach and human being, in this case, if generally the cockroach has, you see, understanding, wisdom, I would call it, wisdom, and the human being have a wisdom. What's the principle difference, in this case? So the question is, what's the difference between the human being and the cockroach in this example, that each of us, the human and the cockroach, have the five types of deep awareness? Мы приводили пример, что и у человека, и у таракана есть глубокое осознавание, именно пять его фитов, и тогда вопрос, в чем разница между тараканом и человеком? At one level, both the human and the cockroach have the same working materials. С одной стороны, и у таракана, и у человека есть один и тот же рабочий материал и рабочая основа. However, as a human being, particularly, or specifically, having a precious human rebirth, we have more ability and more opportunities to develop this working material further. The cockroach doesn't have that opportunity, that circumstance. In fact, именно у людей, и особенно у тех, у кого есть драгоценное человеческое рождение, есть возможность развивать этот рабочий материал или рабочую основу. У таракана такой возможности нет. And in the case of the cockroach, the functioning of these five types of deep awareness is much more limited than as a human being. So it's obscured by what should we say? Limited intelligence, etc. И у... Naivety, stronger naivety about everything. У таракана, кроме того, все эти факторы, они еще и функционируют более ограниченно, чем у человека. Например, у таракана больше омрачений, таких как, к примеру, наивность и так далее. Your question? Yes. So, in my... I couldn't understand the connection between purification, you know, and gaining merit. So, is it a different you know, other stories, like, we have this network of positive force and we generating more positive force to improve our understanding of deep awareness and then we develop our deep awareness to improve positive force. But where the purification fits here? Okay. So, the question is, when we are working to build up more positive force by being constructive and assisting that with more deep awareness, understanding of voidness and vice-a-versa, where is or what is the role of purification? Итак, когда мы работаем над тем, чтобы накапливать или создавать положительную силу, занимаясь созидательными действиями и, с другой стороны, развиваем свое глубокое осознавание, понимая пустотность и это подкрепляет друг друга, в этой картине какова роль очищения, очистительных практик. У таракана способность познавать, она ограничена различными факторами, такими как наивность и так далее. Его способность, например, воспринимать информацию или сравнивать ее, она омрачена неосознаванием, не знанием того, каким образом существуют явления незнанием причин и следствия и так далее. осознавание, она омрачена сосредоточенностью на себе, когда мы воспринимаем, мы имеем дело только с каким-то небольшим ограниченным областью нашей жизни, то есть сосредоточенным только на себе. и это относится и к нам, к людям. Обскурирован by lack of intelligence, lack of clarity, laziness, forgetfulness. Он может быть омрачен недостатком интеллекта, недостатком ясности, ума, ленью, забывчивостью. и способность развивать систему положительной силы также омрачена из-за наших беспокоящих эмоций, таких как привязанность, гнев, зависть, ревность или эгоизм. И поэтому нам нужно создать позитивную силу и глубокую уверенность и purify away обскуривающие факторы. Это дуал процесс, который мы занимаемся, это создать и purify. и поэтому нам нужно не только создавать положительную силу, но и очищать те препятствующие факторы и именно за этим и нужны очищающие практики. То есть мы делаем и то и другое одновременно. Это такой двухчастный процесс. Yeah. So, but in general, what is it, you know, you say that it is the process that we should do two things and it implies that the things and actions we are doing to perform it they are different. So does the way of creating positive force or you know Те факторы, которые мы используем или задействуем, накапливая положительную силу, отличаются ли они от тех факторов, которые используются для очищения? Конечно, на этот вопрос можно ответить на разных уровнях. Когда мы думаем об очищении, есть временное и окончательное очищение. Временное очищение – это когда мы признаем наши ошибки и недостатки. Чувствуем сожаление, обещаем их не повторять. Создает ли это положительную силу? Видимо, да. Далее подтверждение нашей мотивации бодхичитты или принятие прибежища, то есть такие практики направлены на создание положительной силы, они также создают положительную силу. И применение противодействующей силы, когда мы делаем что-то, чтобы компенсировать те ошибки, которые мы совершили. А здесь, опять же, имеются в виду совершение определенных созидательных действий, разумеется, тоже накапливают положительную силу. И точно так же очистительные практики, такие как простирание или практика ваджирасаттвы, они так же, как говорится в большинстве источников, например, про простирание, что это так называемое благословение. Богое или созидательное действие. Вот что касается этих временных способов очищения. И точно так же, если мы делаем упор на этих очистительных практиках, конечно, мы накапливаем определенную положительную силу. Но абсолютное или окончательное очищение достигается благодаря сосредоточению на пустотности, а это уже связано с глубоким осознаванием. Когда мы делаем предварительные практики, на тибетском они называются нюндро. Есть четыре стандартные предварительные практики. В Гилук есть также девять, набор из девяти практик. Но четыре из них, они более или менее стандартны, несмотря на то, что есть разные вариации в разных традициях. Но простирание и ваджрасатва обычно думают в качестве кирпичения, мандала-офринг и гури-йога в качестве кирпичения. И обычно практики простирания и ваджрасатвы описывают как очистительные, а практики подношения мандалы и гури-йоги называют практиками накопления положительной силы. То есть, опять же, здесь идет этот двухчастный процесс. И таков общий акцент, который делается в этих практиках, но если мы проанализируем, мы обнаружим, что, тем не менее, каждая из этих практик помогает как очистить оморочение, так и накопить положительную силу. У нас есть время еще для одного вопроса. Есть вопрос по поводу стадии духовного роста. В Махаяне существует некая традиция немного пренебрежительно относиться к архату. Хотя в парийском каноне, если мы обратимся в первоисточнику, то самого Будду называли архатом соцелопросветленным. И разница была лишь в том, что Будда — это тот, кто поворачивает колесо, то есть заново открывает очение. А архат — это тот, кто, пользуясь этим учением, достигает всех стадий реализации. То есть, по сути, разницы никакой нет. И является ли в Махаяне разница между Буддой и архатом, как разница между тем, кто полностью реализовал свой потенциал, стал сведущим, и между тем, кто просто освободился, но потенциал его еще имеет возможность для дальнейшего улучшения, для дальнейшего развития. Спасибо. Иногда, в Махаяне, они белые архаты и говорят, что архат — это не так высокий стадий реализации. Но в Хинайане и Хираваде, иногда, они говорят, что единственное отличие между архатом и Буддой — это, что Будда — это человек, который превращается в руках Дхарма, и архат — это просто человек, или человек, который идет через все пути до последнего реализации. Так что, с точки зрения Махаяна, как разница между архатом и Буддой, вы хотите повторить это в русском? С точки зрения Махаяна, часто пренебрежительно относятся к архатам, говорят, что это недостаточно высокая ступень духовного развития. Но в Хинайане или Хираваде говорится о том, что архат и Будда отличаются только тем, что Будда — это тот, кто действительно поворачивает колесо Дхармы, тот, кто учит других, в то время как архат достигает всех ступеней реализации, но в одиночку. — Нет, здесь совсем не то имело в виду, что Будда — это тот, кто заново открывает учение. То есть, когда он пробудился в этой эпохе, он рассказал об этом. А архат — это не то, что он потом не учит, а просто он не может стать Буддой, потому что нельзя быть одновременно в губ Будду. То есть, он открыл уже, никто в этот момент, когда он открыл, уже не может его открыть, потому что оно уже открыто. — То есть, Будда — это тот, кто раскрывает учение в определенную эпоху, и поскольку это учение уже раскрыто, архат — те, кто достигают того же самого состояния после него, не могут снова его раскрыть, потому что оно уже раскрыто. — Моя точка — это, что в определенной эпохе может быть только один Будда, потому что Будда — человек, который раскрывает учения. И все другие люди, которые достигают самую реализацию, не могут уже раскрывать учения, потому что он уже раскрывается Будда. И так они — архат. — И так они — архат. — Вам нужно повторить что-то в русском языке? — Я хочу повторить это. — Окей. Ну, это правильно что есть разные объяснения в разных школах есть разное описание, чем Будда отличается от архата. в разных школах таких, например, если брать хинайянские школы, то это Тхиравада, Сарвастивада, Махасанхика и, с другой стороны, в школах Махаяны эти объяснения отличаются. И вот эти четыре тела Будды, которые мы обсуждали, эти четыре тела признаются только в Махаяне и в школах Хинайяны они не признаются. — И тантра — — — — — Среди этих существ, которые обладают телами формы Нирманакай и Самхогакай, некоторые из этих форм, из этих тел начинают новые религии, а некоторые нет, но они по-прежнему Будды. И обратите внимание, что один Будда может проявиться в бесчисленном количестве тел одновременно, вот почему это и называется системой тел, это, правда, не одно тело. И может быть бесчисленное количество Будд, каждый из которых может проявляться в бесконечном количестве тел, и это как раз в очень поэтичном ключе описано в сутрах Махаяны. То есть, важно не представлять так, что один Будда, он занимается чем-то одним, а другой чем-то другим, и только этим все Будды могут делать что угодно. И с точки зрения Махаяны, разница между Буддой и Архатом в том, сколько омрачений было ими убрано, то есть, в какой степени ими были достигнуты эти истинные прекращения. Тех или иных омрачений так, что эти омрачения больше никогда уже не появятся. И есть два типа омрачений, это омрачения эмоциями и омрачения, препятствующие познанию. И опять же, они по-разному описываются разными тибетскими и индийскими школами, мы не будем вдаваться в подробности. В Матхямаке Прасангике, как ее преподают в школе Гилук, Говорится о том, что есть омрачения беспокоящих эмоций, то есть, все разные беспокоящие эмоции и неосознавание, которое за ними стоит, и тенденции склонности ко всему этому. И это причина неконтролируемо повторяющегося существования или сансары. И когда мы очищаем все эти эмоциональные омрачения, мы достигаем состояния освобождения или состояния архата. Далее, омрачения, препятствующие познанию. Возникают из-за привычек, так называемых привычек к неосознаванию. А именно, речь идет о привычке цепляться за реально существующее, за реально установленное или реально доказанное существование. Из-за чего наш ум производит видимости истинно доказанного существования. Из-за чего мы не можем видеть взаимосвязь всех явлений. И, в частности, причинно-следственную связь между всеми явлениями. И это препятствует нашему всеведению. Из-за этого у нас нет всеведующего ума Будды. Таким образом, Будды — это те, кто устранили так же полностью и вот эту вторую группу омрачений, то есть, простыми словами, они устранили не только неосознавания и возникающие из него. Склонности, но и вот эту вот привычку цепляться за истинно установленное существование. Но, according to Гиллук Прасангака, the understanding of voidness, which will eliminate each of these two obscurations, is exactly the same. The only difference is how much positive forces behind it. И, с точки зрения Прасангаки Гиллук, мы устраняем оба вида омрачения с помощью одного и того же понимания пустотности, просто разница в том, сколько положительной силы нам нужно для устранения первого и второго вида омрачений. И, как я уже говорил, есть много разновидностей, есть много разных объяснений в тибетско-индийских школах и много разных описаний того, что эти школы утверждают. Я просто описываю одну из версий. И все эти школы согласны в том, что существуют эти два вида омрачений и чем отличается архат от Будды. Все эти махаянские школы, соответственно. Просто разница в том, каким образом они описывают достижения этих очищений. И, как они описывают, как они действуют. Вот эти два вида омрачений и разница только в том, каким образом мы работаем над их устранением, делаем ли мы это одновременно или последовательно. И разница в том, что именно, какие именно омрачения включены в первую и вторую группы. И еще одна разница в том, когда мы действительно достигаем очищения этих омрачений, происходит это одновременно или последовательно? И если вам интересно, то на моем сайте есть подробные объяснения и схемы вот этой темы. И давайте на этом закончим утреннее занятие. Пусть вся положительная сила, пусть все понимания, которые в результате этого у нас появились, становятся все глубже и глубже и выступают в качестве причин достижения всеми существами просветления ради всеобщего блага. Спасибо.